Нефть проедает последнюю нефть. Минэнерго предсказала срок исчерпания ресурсов. Минэнерго России подготовила генеральную схему развития нефтяной отрасли до 2035 года, в которой эксперты ведомства пришли к выводу. Нефтяная промышленная страна приблизилась к исчерпанию своего естественного потенциала. Добыча может упасть на 46% через 20 лет, а экспорт на 25,7%, пишут ведомости со ссылкой на копию документа. Россия подошла к исчерпанию потенциала нефтяной отрасли, и в ближайшие десятилетия будет терять как объемы добычи, так и объемы экспорта. К такому выводу пришли эксперты Минэнерго, подготовившие новую генеральную схему развития для отрасли на период до 2035 года. Глобально у России две проблемы – изменение структуры и характера ресурсной базы, а также ограниченные спросы на российскую нефть и нефтепродукты. За последние 25 лет Россия вдвое увеличила добычу и побила рекорды Советского Союза. Но это же предопределило пик добычи, который пройдется на 2027-2029 годы. После этого Россию ждет падение добычи – от 1% в самом оптимистичном сценарии, который предполагает открытие и начало эксплуатации новых месторождений, до 46% в самом худшем сценарии. Действующие месторождения способны обеспечить меньше половины от уровня текущей добычи до 2035 года. Единственный вариант избежать этого – начать разработку арктического шельфа с участием частных компаний. Но рентабельность добычи на шельфе – 110-120 долларов за баррель, что при нынешних ценах делает невозможным добычу арктической нефти. Более того, согласно генеральной схеме, к 2030 году цена на нефть не превысит 97,5 долларов за баррель. Падение добычи будет сопровождаться нарастающим воздействием климатической и экологической политики. Евросоюз ведет после 2025 года трансграничное углеродное регулирование, которое сделает проблематичным привлечение кредитов и финансов в новые нефтяные проекты России. Кроме того, сроки окупаемости многих нефтяных проектов могут оказаться неприемлемы для инвесторов, и они начнут выходить из них. Но главное – углеродный налог приведет к дополнительным затратам при экспорте нефти в Европу. Вследствие декарбонизации мировой энергетики экспорт российской нефти начнет сокращаться на 3,5% к 2025 году и почти на 26% через 20 лет. В связи с этим Минэнерго рекомендует нефтяной отрасли России готовиться к переходу мирового рынка нефти в состоянии долгосрочной стагнации или снижения спроса. На Россию приходится 6% мировых запасов нефти и 20% газа. Общая стоимость этих ресурсов оценивается в 28 триллионов долларов. Это 1900% ВВП страны, которую она, по всей видимости, не сможет получить в полном объеме в связи с концом нефтяной эры человечества. При этом 2 трети запасов приходится на Арктику, где для добычи нефти у России нет ни технологий, ни средств, но самое важное – извлечение этих ресурсов экономически не имеет смысла. Слушайте и читайте «Капитал страны».